Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, 14 часов 3 минуты московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и наш гость, дорогой, о котором мы вас предупреждали. Это генеральный директор и художественный руководитель цирка на Цветном Бульваре, цирка Никулина, Максим Юрьевич Никулин. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Спасибо, что позвали, знаете, зовите, обращайтесь. Будем, мы вас очень долго ждали. Рассказывайте, как ваши праздники прошли, потому что сегодня это тема номер один. Все делятся впечатлениями. Впечатлениями о чем? Как 8 марта в цирке? У меня 8 марта все хорошо, и в цирке, и не в цирке. Я мотаюсь, я вчера прилетел из Ижевска, завтра летаю в Монако. У меня жизнь абсолютно в самолете проходит в основном, поэтому у меня праздники как таковы, они отсутствуют. У меня есть там рабочие дни и дни, когда я совершаю перелеты. Поэтому я не знаю. В цирке замечательно, аншлаги. Но это не связано с праздниками. А в цирке есть вообще 8 марта? Вот как-то девушек цирковых поздравляют с этим? Ну, внутри коллектива мы там сами друг друга поздравляем. А так вообще как-то и нет. В цирке два праздника, знаете ли, на самом деле, для цирковых. Два праздника всего существует главных. Это начало программы и окончание программы. Так испокон веков повелось, потому что программа заканчивается, ну, начало есть начало, да, это как бы точка отсчета. А завершение программы, окончание, как цирки говорят, то это значит, что люди разъезжаются по разным городам, по разным странам, по разным домам. А успели привыкнуть друг к другу уже. Полгода-год вместе работали, они уже там свои связи, свои дружбы, отношения и прочее. Романы даже, наверное, да. Да, бывает и так. Они разъезжаются, и может быть так, что они никогда больше не видятся. Это цирковая жизнь, жизнь на колесах. Это романтика такая. Ну, да, в общем. Ну, наверное, там и слезы, и все бывает. Вы знаете, да, на самом деле, потому что такой, в общем, достаточно грустный праздник. С окончанием всех поздравлять, с таким наретом, ну, расставанием. Ну, 23 февраля вы, можно так говорить, открыли новый сезон, новым шоу «Монте-Карло-Москва». Да, так получилось. Я очень рад тому, что это получилось, потому что мы к этому шли три года. Три года, потому что нам хотелось собрать под нашим куполом всех лучших представителей, сегодняшних действующих лауреатов фестиваля «Монте-Карло» в основном. Я поясню для наших слушателей и телезрителей, что вот фестиваль в «Монте-Карло» — это такой некий цирковой «Оскар», или вот как до эфира вы мне переводили на спортивном языке, поясняли, да, то есть «Олимпийские игры». Ну, это сборная мира. Цирковая сборная мира, это люди, это звезды, это суперзвезды, потому что в «Монте-Карло» отбирают самых таких обрученных артистов. Есть какое-то жюри, или как это все вот происходит, или это зрители? Монако? Монако, да, это фестиваль, это конкурс. Там есть и естественно, есть победители, есть лауреаты, есть золотые, серебряные, бронзовые. А здесь просто мы собрали и разных. Есть и золотые, есть и серебряные, есть и бронзовые. И просто по принципу, чтобы это было интересно зрителям. Здесь никто никого не судит. Здесь вопрос, что сейчас интересно зрителям? Вы как никто? Вы знаете, с моей точки зрения, сейчас, не первый год уже, кстати говоря, в цирковом мире, я имею в виду по ту сторону манежа, со стороны зрительного зала, есть такой, как бы, серьезный откат к классике. К советскому цирку? Если хотите, да, потому что сегодняшний мировой цирк, он вырос, в том числе и советского цирка. В большей степени, наверное, он вырос на нем. И из китайского. В мире два национальных цирка, все, российский и китайский, русский и китайский. И почему они такие сильные? Потому что оба этих цирка, как вид искусства, это порождение системы тоталитарной. Государство об этом заботилось, вкладывало серьезные деньги. Это такая базисная история. Конечно, политическая история. Цирк вне политики абсолютно, но он служил политическим инструментом. Но финансирование и все лучшие там специалисты были. Да, конечно. У России всегда был цирк, балет. И спорт. И спорт. Три выездных кита для экспортных, где мы доказывали преимущество нашей социалистической системы во всем мире. Но, правда, спорт и балет остался, цирком сейчас как бы не очень странное государство, я имею в виду. Но ничего, мы еще пока держимся. Мы с вами остановились на том, что сейчас интересно зрителю, и все-таки вы говорите, вот традиционное... Потому что в чем, как бы, пардон, ценность традиций в их традиционности? Мода приходит, уходит, да, фэшнерс, камонго. А остается главное, остается основное. И люди сегодня, они во многом стали более воспитанные, более образованные в плане отношения к разным видам искусства. Есть телевидение, есть путниковые каналы, есть интернет, в конце концов, уж не говорю. Люди видят за границу, смотрят разные шоу, они могут сравнивать. Они стали более подкованные в этом плане. И очень часто замечаешь, что народ устал от фотошопов. От современности. От фонограмм. Безумные. От видеоинсталляций, от компьютерной графики. Высоких технологий, да. Хочется настоящего, понимаете? Настоящего где? Вот настоящие в цирке. Друзья, настоящие в цирке. Мы вернемся к этой идее, продолжим ее. Но сейчас у нас, вы слышите эти звуки. Это Юлиана Караулова потихонечку захватывает эфир телерадиоканала «Страна ФМ». Мы еще вернемся, будьте поблизости от своих приемников и гаджетов. Лучшее в стране. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Максим Юрьевич Никулин в гостях у телерадиоканала. И мы сегодня говорим про цирк. Да, и вот сейчас вместе с Максимом Юрьевичем выводим формулу идеального цирка. Для чего люди идут в цирк? Значит, мне понравилось больше папа посмотреть на красивых... Женщин. Красивые костюмы для мам, клоуны и животные для детей. Тут еще другая есть определение. Папа мне говорил, я не знаю, сам он придумал или где-то услышал. Думаю, что сам. Он говорит, что цирк такая вещь, которая должна удивлять, радовать и немножко пугать. Вот когда все эти ингредиенты в нужной пропорции смешаны, тогда получается настоящий цирк. Все должно присутствовать. Адреналин должен присутствовать. Адреналин, безусловно. Расскажите, что в каких пропорциях присутствует в новой программе, значит, Монте-Карло, Москва. Ну, знаете, там без как бы преувеличения есть все, на самом деле. Программа получилась немножко сложноватая для работы. Там много больших номеров, что достаточно редко, потому что это дорого обычно бывает. И для создания, и для проката. Там совершенно роскошная акробат на подкидных досках. Под управлением Димы Соколова. Там потрясающий воздушный полет. Или Шералиева. Страшно, в общем-то. Там много всего такого. Есть на грани экстрима, действительно. Не экстрим, там все рассчитано, все продумано. Но мне позавчера позвонили, мальчик упал, в досках в больницу повезли. Я два часа на ней рухну. Позвонил, слава богу, нормально все. Там ушибы, ничего страшного. Уже работает. Но вот, например, уровень... Там роскошный клоун Давид Ларибли, это наш гость из Италии. Он тоже победитель Монте-Карло. Да, суперзвезда. Потому что настоящих такого уровня очень мало клоунов в мире. Ну, лучших собрали. Животное... Уникальный совершенно номер Насте. Стыкан Федотовой. Свободный дрессор лошадей. Я несколько раз смотрел на протяжении, допустим, последних двух-трех лет, за ней наблюдал. У меня такое ощущение, что она говорит на их языке. И она ведет себя в манеже не как дрессировщик, который обычно командует, руководит. Она с ними разговаривает. Она делает какие-то непонятные жесты. И они ее слушают. Беспрекословно совершенно. Какой-то такой вот фантастик. Сидишь и погружаешься в какой-то транс небольшой. Потому что вот в атмосферу погружаешься. Там замечательные собаки. Просто замечательные собаки. Номер тоже мирового уровня. Там неплохие медведи. Они сейчас не работают. То, что у них там пауза. Но все равно они присутствуют в программе. Нет, там, ну не знаю, понимаете. Интересно должно быть все. Почему спрашиваем про животных? Потому что много сейчас говорят, да, о том, что нужны животные цирку. Не нужны. Вот для меня из детства цирк всегда ассоциировался с зверями. Ну, мы с вами солидарны. Я тоже считаю, что цирка без животных, классического цирка без животных не бывает. Нет, ну есть разные направления. Понимаете, там есть сергосулей, да, которые принципиально животных не используют. Есть направление французской цирк-контемперан. Там современный такой, модерновый. Там вообще животные, как бы они, ну вообще странненькие такие люди работают. Ну и есть цирки, где животных не используют. И цирковые шоу. Но классика жанра, она должна присутствовать. Конечно. И без лошадей, например, там без тех же медведей в России, там без слонов. И тигров. Без тигров, да. Кстати, о тиграх отдельный разговор здесь замечательный. У нас девочка работает сейчас в программе с тиграми в клетке. Номер уникален тем, что обычный дрессировщик или вдвоем они находятся в клетке, ну как бы одни, наедине с хищниками вдвоем. Так, да. А тут с ним работает ассистент. Ничего себе. И номер сразу приобретает динамику, потому что на перестановку замены реквизита для времени не требуется. Это все само собой делается. Это номер Королевского цирка Геи Иерадзе. И... Ну на него стоит посмотреть. Потому что, в общем, уникальная вещь. Друзья, продолжайте смотреть «Страну ФМ». Мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся. Лучшее в стране. Друзья, вы слушаете и смотрите «Страну ФМ». Максим Юрьевич Никулин в гостях у программы «Лучшее в стране». Мы говорим о лучшем цирке на минутку. Да, говорим о традициях, о том, чем отличается. Ну, вы знаете, давайте скажем, что наш цирк, на Цветном Боле, один из лучших в мире. Я не хочу, чтобы мои коллеги там лезли в окно и кидали к репетитору. Есть такое, да? То есть соревнование есть такое между цирками? Соревнование есть. Как оно вообще выглядит? Вражды нет. Потому что все разные. Особенно нет такой почвы, понимаете. Да, конечно, достаточно ревниво следим за успехами друг друга. Посещаете? Ходим, конечно. Ну, понимаете, ко мне в чем дело? Я хожу, я практически знаю все такие серьезные шоу в мире. Я езжу по миру, я смотрю, мне интересно, потому что мне это нужно. Вас еще чем-то удивить можно серьезно? Удивить? Ну, скажем, что вас где, в какой стране, какое шоу там может быть зацепило? Ну, вот, может быть, в этом году или в прошлом году что вас удивило, что до этого вы даже не подозревали? Ну, понимаете, подозревать и удивиться — это разные вещи совсем. Можно прогнозировать. А поэтому подозревать я ничего не буду. Ну, не знаю, например, вот не дали чем два дня назад, я на фестивале сейчас в Ижевске, замечательный парень, португалец, эквилибрист, на катушках. Ну, я такого не видел, то, что он делает. Ну, реально никаких трюков я не видел. Вы его к себе в цирк можете позвать? Могу, я его на заметочку взял себе, поэтому я ему сейчас вручал приз там. То есть для таких ребят это, конечно, шанс поучаствовать вот в подобных фестивалях, где их может взять на заметочку вот сам Максим Юрьевич. Фестиваль, понимаете, для артиста важно, чем, может, даже важнее, чем для спортсмена, потому что для спортсмена это спорт, а здесь работают, люди зарабатывают деньги, и это сразу попасть в какой-то пул. И чем раньше, вот, допустим, наш фестиваль московский, то, что мы проводим у себя в цирке, это для артистов-начинающих, и им важно дать шанс. Да, он международный, там приезжает из разных стран, но нам важнее из России вытащить людей, мальчишек, девчонок, которые другого шанса не получат, они могут приехать только в Москву, если мы их позовем сюда, и показать себя здесь в течение 4 дней в Москве перед публикой, главное перед жюри, потому что члены жюри это профессионалы, и для нас это биржа. Мы смотрим, как материал, осматриваем артистов, берем кого-то на заметочку, вот, как я сказал, мы на будущее себя откладываем в памяти, мы понимаем, какие тенденции могут быть популярны, допустим, в следующем сезоне. То есть это серьезная такая вещь, достаточно, понимаете, меня называют, вы сказали, да, представьте, меня генеральный директор и художественный руководитель. Я топ-менеджер прежде всего, я агент цирковой, художественный руководитель, там есть кому художественный руководить, знаете, есть композиторы, есть дирижеры, есть художники, есть мастера. Да вы продюсируете, получается. Я продюсер, да. Получается, чтобы вот топ-менеджер Максим Ликулин тебя увидел и взял на замечку, это нужно именно поучаствовать вот в подобном фестивале, цирковом смотре. У нас мальчик готовился, надо быть, в фестивале наших прошлых, там, лет 5-6 назад, откуда-то из очень далека, с какой-то города или там станицы, не знаю откуда, жонглер, очень неплохой. Самородок сам, да, научился? А там они все сами учатся, там, понимаете, вот счастье нашей страны большое в том, что вот в этих самых далеких там каких-то запределах сохранились сумасшедшие люди, которые собирают вокруг себя сумасшедших детей и занимаются с ними цирком. Энтузиасты, да. Да, есть цирковые школы, они сохранились, есть цирковые, как раньше их называли, так помню, чего они называют, народные коллективы, то есть люди идут в эту профессию, готовятся, пускай коряво, пускай не умело, но их можно потом поправить. Главное, чтобы был материал, чтобы была заготовка. Так вот, артисты эти молодые, ребята, они же там, они готовятся к выходу на парад, на пролог, и за курицами, за форумом, за занавесами, значит, стоят, их там собирают. А в это время наш ведущий представляет состав жюри. И состав жюри нашей фестиваля, это арт-директор фестиваля Монте-Карво, это директор фестиваля в Париже, это президент фестиваля в Будапеште, это из Китая, из двух фестивалей люди приезжают, это там мы все, которые в Москве. И мальчику стало плохо, его внесли в медпункт. Ну, реально стало плохо, когда он все это услышал. Переволновал стали. Да, когда перед кем он будет выступать. Но это шанс реально себя показать. У нас были случаи, когда в фестивале детей от 4 до 6 лет девочки были, трое акробаты, их тут же увезли в Монако. Не участниками, они уже не имеют права, они дети еще. А, артистами. Но как пролог, как раус, как открытие фестиваля, да, это трогательно, это замечательно, там по сроку полный. Дорогие мамы и папы, внимательно, с интересом слушайте, смотрите Страну.ФМ. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите Страну.ФМ. Максим Юрьевич Никулин у нас в гостях. Мы сегодня разговариваем о цирке и вообще обо всем, что с ним связано. Да, вот сейчас, пока вы наслаждались песней, поговорили о сложностях, трудностях китайских артистов. Да, об особенностях, конечно. Скорее, особенности, потому что трудности, они с этим вырастают, для них это норма жизни, это не трудности. Вот этот вот бетонный пол. Конечно, да, головой, ногами в деревянный пол. То есть наши артисты, они, получается, вообще в райских условиях по сравнению с китайскими. Понимаете, не только наши артисты, не только по сравнению с китайскими артистами. Я несколько лет назад в своей любимой Франции, мы там остановились в гостинице с женой, и я утром на балкончик вышел, а напротив за ночь поставили шпито. Я говорю, пойдем посмотрим, интересно же. Ну, протестируем. Пошли, ну, тестировать, пошли, там они готовятся, познакомились, представились, там все, да-да-да, знаете, ну, все как бы цирковые-то они все, в общем, слышали, если не знают друг о друге. И восемь человек, папа с мамой, их дети и жены детей, и, по-моему, там пара внуков еще примкнувших к ним. Мама на кассе, папа занимается транспортом рекламы, дети работают. У них программа полтора часа. Там бегемот, тигры, змеи, они работают в воздух, они работают эквилибр, они жонглируют, и все они одни. Потом они вечером разбирают шпито, грузят машины, переезжают ночью в другой город, ставят его за ночь, поднимают его, папа продает билеты, и вечером у них спектакль. И так каждый день. Они делают это за свой счет, то есть государство не помогает. Конечно, там нет государственного цирка. Нет, Францгосцирка нет у них. Францгосцирка, да. И мы посмотрели спектакль, потом мы сидели с ним и выпивали. И я говорю, знаете, о чем я мечтаю? Что вот артистов моих сюда привезти, и, блин, показать им, в каких условиях люди живут и работают. Потому что все в Сингапур приехали, мне приходят импрессарию, говорят, там проблема с артистами. Я говорю, какая проблема? Ну, и там проблема с расстелением, там гостиница 80 этажей. И он говорит, ну, у некоторых номер с видом на море, у других с видом на горы. Они там переживают, что у них видно на... Вдохновения не будет. Пошлите их куда подальше. Я сейчас скажу, куда их послать. Сказал, он пришел, говорит, ты же сработала нормально, все, успокоились как-то. Ну, потому что да. То есть цирковой артист, по вашему мнению, тоже должен быть голодным? Да. Да? Как и любой из нас на самом деле, понимаете? Потому что иначе начинаешь капризничать, а это дело вредит. Ну, а вот эти звездные артисты, которые сейчас участвуют в вашем цирке, в цирке на Цветном Бульваре, в шоу «Монте-Карло-Москва», они же звезды, они же же статусные, товарищи? Чем звезднее артист, тем он как-то адекватнее себя ведет по отношению к окружающему миру. Единственная разница — это в гонорале. Конечно. Тут они, само собой, это звезда, ей надо платить. А по условиям, да, у каждого какие-то есть свои условия, но... А райдеры у цирковых артистов тоже есть? Как правило, нет. Ну, они есть, но... Ну, не знаю, вот тот же Лорибли, он приехал, мы ему сняли квартиру, как он просил. Это итальянский клоун. Давид Лорибли, да, мы сняли квартиру в центре, как он просил, гостиницы не любят, ему нужна кухня, он сам готовит, ну, такая... Ну, конечно, паста, пицца. Да, 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 паста, паста, да. Да, карбонары у него, карбонары. И он поехал посмотрел и говорит, вы знаете, спасибо вам большое, можно я сам с ним и квартиру подороже, но я заплачу, разницу я заплачу сам, просто я сам хочу, вот какая мне, без вопросов никаких. То есть, знаете, нормальная вещь. Да, есть у него условия определённые, допустим, он из тех клоунов, который не может работать в манеже, когда кто-то вокруг присутствует. Он не ковёрный клоун, когда ставят... Это были сложности определённые в программе, потому что обычно клоун работает на смену реквизита, иначе получается пауза. А он не может. То есть... Он говорит, не потому что я капризничаю, понимаете, не потому что я хочу вот быть один в манеже, Я просто не могу, я не могу работать, мне мешает это всё. Органика трогая. Ну да, я к этому привык, все об этом как бы знают. Есть такой же Фомагали, итальянский клоун, тоже, он тоже не выносит этого. Ну, то есть у всех разные свои какие-то заморочки есть, но они объяснимые вполне, тут нет такого. Я помню, мы здесь готовили, ко мне обратились, там через... У меня тогда была компания во Франции, продюсторская через компанию, здесь организовали концерт Азнаура. Ну, мы готовили это дело, тем более мы с ним знакомы, и у него замечательная песня «Ла Боэмма», «Богема». И когда у него был в Париже концерт, он попросил, позвонил, он попросил, чтобы мы ему сделали бэкстейдж, чтобы работали цирковые артисты, там, жонглёр, ну, вот так вот. Украсили, ну, было атмосферу создать. Была атмосфера, так. Ну, и позвонили его агенту, и он прислал райдер. Ну, это, конечно... Уху, да? Серьёзная штука, да. Там, в стране с 20. Чего мы такой сброшурованный, уже готовый, как-то отпечатанный, такой типографский способ. Ну, вот вам райдер. Двери, печатай. Ну, да. И там много заморочек. Как интересно, вот эти все, конечно, закулисные цирковые моменты, о которых мы, простые зрители, не подозреваем. Они ведь, когда работают там, это, да, здесь мы их седем в квартиры, или в гостиницу, или куда-то, а то все живут в караванах. Угу. В караванах. Как и положено в цирке, да. Да, в птистах зацепил. В Европе, если у тебя нет каравана, тебя вряд ли возьмут куда-нибудь в программу. Ну, должно быть свое жилье у тебя. А, караван. Друзья, в нашей программе, в нашем разговорном караване сейчас будет небольшая пауза, потому что мы вспомним, что еще и музыка присутствует на телерадиоканале «Страна ФМ». Вера Брежнева, без промедления вашего внимания. И еще один секрет, вот только что нам раскрыл Максим Юрьевич, обязательно артисты цирка на Цветном Бульваре каждый день занимаются... В балетном классе «Странок». В балетном классе, да, это «Странок». Я вот жалею, что в моем контракте на телерадиоканале «Страна ФМ» нет такого. А мы можем устроить, Юлечка. Мы можем устроить. Такой вопрос-то, господи, не проблема. Конечно. То есть неважно, заслуженный это артист, династия... Сначала приходилось ломать людей, действительно, ну ломать людей, так сказать. Говорят, не хочу, не буду. Я, я, я... Да, я жалов sine в силу. А потом, когда это началось, люди приходили, говорят, надо действительно, по-другому стали. Понимаете, чем для меня был интересен проект «Цирк со звездами» Первого канала? Помним. Не тем даже, что это рейтинг как-то подняло, цирк не сильно подняло. Он и без того высоко. Да ему и поднимать его не надо и все там у нее в порядке. Мне не сильно привлекло, как бы, то есть, как-то за ним, вот хлынули зрители. А есть без того идут? Мне было важно, что мои артисты учились у звезд тому, чему их не учили. Как себя подавать, как себя держать, как себя продавать, артистизму, манере. Вот этому. Это очень важно. То, чему их не учат ни в цирковом училище, ни в каких других заведениях. Ну, меньшее внимание этому делят все-таки. Конечно, конечно. А цирк, как вы сейчас заметили, становится с каждым годом все более и более театрализованным. Он образный, понимаете, становится образный. И каждый артист носитель того или иного образа, той или иной идеи. Пускай не мудрящей идеей, пускай не большой истории, которая длится там 34 минуты в манере. Но она должна, как любая история, иметь пролог, эпилог. То есть ты сейчас не можешь быть просто дрессировщиком, ты артист. Конечно. Должен быть номер. Обязан быть артистом. Именно по этому принципу мы отбираем людей. Кстати, что касается отбора. Вот есть люди, которые мечтают, например, артисты цирка. Как они вообще имеют шанс попасть к вам? Что необходимо делать молодым, например? Необходимо уметь. Прямо вот прийти в цирк. Уметь делать то, чего не могут уметь другие. Не уметь делать другие. Понимаете, какая штука? Мы же не учим. У нас не школа. У нас не профессиональное заведение образовательное. Мы, грубо говоря, вот если аналогию проводить, это афинажная фабрика. Мы берем камень, если он нам интересен, мы понимаем, мы профессионалы, мы сразу видим, что из него может получиться. Мы граним его, вставляем в оправу и после этого продаем. Тогда получается звезда. Но опять для этого нужно очень много времени и денег, потому что на артиста, на одного иногда артиста, не на номер большой, а на одного артиста работает режиссер, композитор, хореограф, установщик, художники по костюмам, дизайнеры, художники по свету, художники по звуку. Диетологи, наверное, даже по звуку. Стилист. Не, каждый сам по себе. Каждый сам худеет, да? У нас, кстати, стилист, который, может быть, не каждый спектакль, но он несколько первых спектаклей показывает, как накладывать нужный грим, нужный макияж. Именно под этот нозер. Создание образа, конечно. Могли ли артисты тогда, лет 20-30 и так далее, лет назад представить, что вот так будет? Никто об этом даже не мечтал. Это одна из наших заслуженных и уже ветеранов. Это здорово. Она слушала музыку. У меня в кабинете мы сидели, слушали музыку, для нового номера написано. Я смотрю, она плачет. Я говорю, Нин, ты чего? Она говорит, я просто представляю, какое счастье артисту работать под таком музыке. Для нас этого ничего не было. Где-то подбирали библиотеки, костюмы в костюмерной подбирали. Сейчас шьют индивидуально. Сейчас авторскую музыку и все. Сами придумывали номера и так далее? Сами в собственном соку, да, практически. Максим Юрьевич, а примерно лет через 10, как вы думаете, каким будет цирк? Ну, я не думаю, что он сильно изменится. Но учитывая то, что сейчас вы говорите, соединяются жанры вместе. В сторону, скорее, применения больше высоких технологий. Не которые цирк заслоняют, не какие-то вот суперспецэффекты сценические. Дополненно просто. Да, которые сопровождают спектакль. Мы сейчас ведем переговоры, но это очень дорого. Мы сейчас ищем деньги, но мы это сделаем. Так, давайте расскажем об этом стране. На что мы ищем деньги? Мы хотим сделать спектакль, который будет совмещен с видеоинсталляцией. С видеопроекцией, которая будет именно его поддерживать и спровождать. И даже больше не как номера. Это, допустим, когда купол зрительного зала превращается в зеркало. Какой 3D-мэппинг? Что это такое? Вы можете себе поднять голову и посмотреть в виде себя. Маленького там внизу. Когда сцены меняются, когда появляется совершенно другой мир. Либо космический, либо подводный, либо подземный. Вот это интересно. И здесь совершенно другая цирковая история может быть. Но у вас уже сейчас вот в новом шоу Монте-Карло Москва же раздвигается. Как это пространство сдвигается? Это один номер отдельно взятый. Это честая техника. Это не технология, это техника. Мне просто интересно смотреть. Как этот номер называется? Воздушный полет. Воздушный полет. Так он называется. Ну, понимаете, все меняется ведь еще в сторону именно технической возможности. Допустим, жанр известный акробат на шестах, просто речь «Русская палка». Когда шест лежит в речах нижних артистов, гибкий все. Это жанр, который родился в России. Поэтому называется «Русская палка». Сначала использовали бамбуковые шесты. Потом олиминевые шесты. А сейчас? Потом пластика. Сейчас фиброглаз. Сейчас берется несколько шестов для прыжков с шестами. Режутся. Это уже каждый сам подбирает себе и размер, и гибкость, и прочее. Собирается вместе. И вот так делается палка. Спасибо. Спасибо вам огромное, Максим Юрий, что вы к нам пришли сегодня, рассказали какие-то секреты, истории. Приходите к нам почаще. Спасибо за ту радость, которую нам дали все. Спасибо за новое шоу «Монте-Карло-Москва». Всех сами себя приглашаем в первую очередь, да, Роман? Приходите без вопросов. Я не могу сказать, что просто с билетами, но билеты, в общем, купить можно. А мы готовы костры сжечь с Романом, чтобы попасть. Да сейчас интернет для этого есть, не надо. Без жертв. Давайте, спасибо вам огромное. Друзья, большое спасибо Максим Юрьевич Никулин, только что был в гостях страны ФМ. До новых встреч. Пока. Пока.